В Европе рост феномена школьного буллинга связывают с развитием использования цифровых технологий детьми и с последствиями пандемии. Оба этих фактора, считают эксперты, усилили неравенство и тем самым ухудшили ситуацию с насилием в школах. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент в Париже Алья Создыкова. И мы с ней поговорим о том, как страны ЕС борются со школьным буллингом. Алья, здравствуйте. Здравствуйте. Алья, расскажите, как в ЕС борются с буллингом? Добрый день, студия. Ну, в целом, школьный буллинг в Европе явление достаточно изученное, исследованное, но, к сожалению, пока не побежденное. Одной из худших в этом смысле стран является Испания, где, по данным фонда Mutua Madrid, с проблемой сталкивается 2 миллиона школьников. Не лучшая ситуация обстоит в Греции, Италии, Румынии. А вот наиболее благополучные в этом смысле страны – это страны с кредитами. Исследователи выявили прямую связь между ростом случаев школьного буллинга в последние годы и последствиями пандемии. Дело в том, что закрытие школ, социальная изоляция, потеря доходов вследствие санитарного кризиса в семьях ухудшили ментальное здоровье, в первую очередь, подростков. И главным образом это касается детей, которые проживают в семьях неполных, либо в семьях со скромным доходом. Если говорить о том, как страны Европы борются с явлением школьного буллинга, то здесь есть несколько общих моментов. К примеру, первый – в большинстве стран в школах категорически запрещено пользоваться телефонами. И, к примеру, Испания ввела это правило только в прошлом году после серии громких случаев. Кроме того, в ряде стран Европы школьный буллинг, если он повлек за собой тяжелые последствия, является уголовно наказуемым преступлением. И к ответственности привлекаются дети, начиная с возраста начальной школы и до старших классов. К примеру, во Франции, если серьезные последствия буллинга, агрессор получает от 3 до 10 лет лишения свободы, а его родители будут платить штраф от 45 тысяч до 150 тысяч евро. Еще один общий момент – буллинг является заботой в первую очередь школы, где персонал проходит специальное обучение на эту тематику. И практически везде существуют разработанные алгоритмы, кто и как должен действовать из взрослых в случае выявления таких фактов. И, конечно же, есть специальные национальные номера, единые, куда может обратиться ребенок, столкнувшись с этой проблемой. Студия. Алья, а есть какие-то инновационные подходы в решении этой проблемы? В Европе очень распространенная практика – это когда сотрудники полиции приходят на уроки к школьникам и проводят профилактику. Вот в полном обмундировании с оружием, с наручниками целый наряд появляется в классе, рассказывает о последствиях буллинга и показывает в том числе видеофильмы. И очень большое внимание уделяется вопросам буллинга в социальных сетях, потому что эта проблема сегодня в Европе является очень-очень серьезной. В одном из регионов Франции недавно протестировали новый метод. Команда байкеров пришла к школьникам с целью профилактики школьного буллинга. И хочу сказать, что на детей это произвело неизгладимое впечатление. В Дании применяют другой подход. Там учителя начальных классов практикуют медитацию и объятия с детьми с тем, чтобы развить у них эмпатию в этом возрасте. И сблизить класс изнутри, чтобы когда они подрастут уже в среднем звене, в старшем звене, дети были более дружными и, конечно, менее агрессивными. И наша съемочная группа не так давно снимала репортаж о том, как в одном из парижских пригородов старшеклассникам показывают фильм, созданный с помощью технологии виртуальной реальности, где каждый зритель оказывается на месте жертвы буллинга. И хочу сказать, что опыт эмоциональный, впечатляющий и действительно показывает, насколько страшно это явление в жизни ребенка. Вот так. Студия. Спасибо большое. На прямой связи со студией из Парижа была Альяса Сдыкова. Она рассказала о том, как борются с буллингом в ЕС.